ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здарова. Здарова. Чё, как жизнь? Нормально. Чё, откуда сам? Я в Калифорнии живу, а ты? Я Россия, Красноярск. Красноярск? Угу. Это который на Енисеи? Это именно тот самый. Понятно. Холодно у вас сейчас? Ну, уже к осени дело градусов 20. А, ну, самое то, что нужно сейчас. Да чего уже скоро зима, ёбаная? Не любишь зиму, да? Не понял ещё раз. Не любишь зиму? Да ну, как её не любить, это как, как говорится, ты от неё не убежишь. Почему? Переедь в южные районы, даже той же самой России и убежишь. Да ну, зима, с одной стороны, заебись, а можно на лыжах. Ругайся, чё ты ругаешься матом постоянно? Тут же так, как за письмо. Слушай, люди в Сочи прекрасно зимой катаются, ты знаешь, в горах на лыжах, а летом купаются в море. Ну, у нас прям в городе горнолыжка есть. Ну, в Сочи, в Сочи считай, что тоже, можно сказать, почти в городе, да. Давно переехал, говорю, в Америку? Давно, уже 25 лет назад. А откуда? Я родился в России. Ну, я и спрашиваю, вернее, вопрос задают из какого города? Новосибирск. А, с Новосиба, ну, прям сосед, можно сказать. Конечно, рядышком. По сибирским меркам особенно. Да ну, чуть час и там. Ну, да. Не сильно долго. Слушай, что ты вот насчет это самое? Я беседую здесь насчет того, что на фронтах происходит. Да жопа там нахуй полная происходит. Не ругайся матом, не ругайся. Ну, приходится материться. Кому жопа происходит? Да жопа и нашим их происходит. Ну, не ругайся, ты оскорбляешься по целую нацию. Там пацанов, сколько гибнет, ты сам знаешь. Совершенно верно. Так, а почему ты, если ты с этим не согласен, почему ты не выразишь свой протест против войны, например? Ох, я прям вот ровным счетом вчера, то есть, как бы соцопрос был, то есть, собирали. То есть, я начал по теме высказываться. Меня попросили, сказали, выйдите, молодой человек. Ну, то есть, как бы там, все на запись, то есть, на камеру. Вы говорите не то, что нужно. Ну, и как тебе живется в такой свободной стране, блин? Да, в принципе, относительно неплохо. Ну, тебя устраивает, что тебе говорят, ты говоришь, мне тоже нужно власть. Нет, конечно, можно лучше жить. Нет, я имею в виду, не в плане материальном, понимаешь, я не знаю. И меня это мало интересует, твой материальный достаток. Я имею в виду, ты не чувствуешь себя просто убеденным. Я довольно законопослушный гражданин, то есть, мои права никак не щемят. То есть, да, где-то бывает... Как не щемят, тебе закрыли рот вчера, ты сам это сказал. Потому что твои мысли расходились с властными указаниями. Вот и все. Это нормально? Ну, опять же, люди, которые там присутствовали, они меня поддержали. Я просто высказал мнение народа. Да, но тебя-то в результате выгнали, правильно? Они вырежут это, то, что я там говорил. Совершенно верно. По поводу СО и всего остального. То есть, они потом подошли, то есть, как бы, извинились. Ну, говорит, сам понимаешь, что мы просто, говорит, работники. Просто рабы надо было. Мы просто рабы, ты же понимаешь? Вот так надо было сказать. Мы просто страна рабов, понимаешь? Ты же понимаешь, ты ведь сам... Ну, у тебя какие свободы в Штатах? Юберный театр. В Штатах? В Штатах абсолютные свободы, ты знаешь. Ты выйдешь в свое мнение высказывать, тебя копы прессануты пожестче, чем наши. Кто тебе сказал такую чушь? Кто мне сказал такую чушь? Чувак, у меня знакомые там живут так же. И что? И не первый год. И как их прессовали копы, за какие высказывания поделись, пожалуйста? Да буквально за бутылочку пива. То, что он в пакетик не поставил. Ему предупреждение, то есть, сейчас уберу, то есть, его просто... Да, конечно. Ну, зачем ты врешь, а? Ну, понимаешь, ты просто сомнению подвергаешься. Нет, зачем ты врешь, что его били за это? Ну, зачем ты врешь, а? Ну, не ругайся матом, я же тебя попросил. Не ругайся матом. Ты такой обрехло, блин, капец. Зачем? А ты прямо в стране свободы живешь. Да, да. Моя-то заюля. Кстати, ты знаешь, я тебе расскажу сейчас... Моя страна свободы. Подожди, подожди, я тебе... Ты там со своим транспарантом выйдешь, тебя быстро на шишку присадят и еще кроссовочки залишь. С любым транспарантом выходи. Что ты руковаливаешь. С любым транспарантом выходи. И на тебя никто даже смотреть не будет. А, ну, безразличие это хуже, чем реакция. Да не безразличие, я имею в виду власть и никак не будут реагировать. Куда ты убежал? Убежал он. Покривился и убежал. Естественно, ему не хочется думать, что в его рабской стране... Он не хочет верить в том, что его рабская страна живет не так, как свободные страны мира. Тем более, он нашел с кем сравнивать с Америкой. Где вообще демократические свободы самые высокие в мире. Ай, как им не хочется верить. И смотрите, вроде бы человек начал разумно говорить, да. Вот я против, выступил там. И мне сказали, что... Ты говоришь не то, что нужно, поэтому иди нахрен. И что типа его вырежут, да, он сказал. Но при этом, это с одной стороны, да, ущемили его свободу. Но с другой стороны, какую он... То есть, сказать, возродить ему нечего, он сам в этом убедился. Какая отмазка? Да это везде так. А в Америке вообще тебя за это убьют. За пиво. Кстати, насчет пива расскажу случай. Мои друзья, с которыми я там был, не дадут мне соврать. Мы сидели, пили пиво в парке. Там запрещено было пить пиво. К нам подошла рейнджер. Она такая, с пистолетом, то есть, ну... Парк рейнджер подошла и сказала, вы знаете, вы пьете пиво, уберите его. Вы не имеете права его здесь пить. Мы сказали, да, да, все. Она ушла. Ушла. Женщина. В форме все. И мы снова налили пиво. И продолжили его пить. Она в традициях в американских, в очень правильных традициях. Она откуда-то издалека там нас прокукала. Подошла. Взяла стаканчик. Ага. И один из нас успел или допить его, я не помню. Она говорит, я не видел, чтобы у него было. Но у вас вот у тебя пиво. И у тебя пиво. Вот вам штраф. И я заплатил штраф. Будете смеяться, это было, вы знаете, 20 лет назад. Или больше даже. Я заплатил штраф по тем особенно меркам. За то, что пил пиво в парке. 450 долларов. И правильно. Я это поддерживаю. Нужно наказывать. Причем, да, это очень суровое наказание. 450 долларов. На 450 долларов в Америке можно пить пиво каждый день. И не по одной бутылке. Год целый. Вот. Это мне послужило хорошим уроком. Вот. Потому что... Ну, это так, вы знаете, по такой совковой еще привычке. Мы вот так поступили. Ну. И в результате я заплатил за это кругленькую сумму. Ну. Ничего страшного. Я даже тогда не огорчился. Ну, заплатил, да. От этого я особо беднее не стал. Но это стало хорошим уроком. Вот так вот. Это вам насчет пива. То, что его там, говорит, избили, блин. Ай, подозревать. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...